Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала Сад Чудес. И сегодня я буду заниматься стрижкой, укоренением и подкормками. Рассада львиного зева подросла, стала уже высокенькая. Вероятно, ей, конечно, не хватает солнышка. У нас опять сегодня пасмурно и прохладно. Не могу даже вынести на лоджию. Холодно, 10 градусов только тепла на лоджии. Поэтому рассадка подвытянулась. Но ничего страшного, я ее обрезаю и она становится густистее. Обрезаем все, что вам мешает. Вот мне, например, не хочется, чтобы она была вот такой высоты. Кустик делаю ровненький. Так, чтобы он был ровненький. Потому что она начинает падать. Когда очень высокая, она начинает падать. И все вот эти росточки очень хорошо укореняются. В прошлом году я их укореняла. Но укореняла не потому, что мне нужно. Просто так пробовала. Они прекрасно укоренились. И я все отдала соседке. И у нее прекрасные были цветы. То есть вот все это опускаете в корневин. Затем в землю. Я сажала также кустиками. Не по одному в горшочек. Все выросло прекрасно. Обрезаем дальше. Вот все верхушки. Вот видите, я их все обрезаю. И он сейчас начнет куститься. И кустики будут пышные, шикарные. И чем больше я его подрезаю, тем лучше становится кустик. И так вот все лишнее я срезаю. Львиный зев я постригла. Видите, как много я состригла зелени. И если все это укоренить, то получится в два раза больше саженцев. Каждую вы обмакиваете в корневин. И сажаете в емкость. И все это, конечно, под крышечку. Первое время, когда укореняется. И вы получите отличный результат. Все, львиный зев я постригла. Теперь он низенький, хорошенький. У него будет побольше сейчас силы на корневую систему. Отлично. Все. Сейчас я его подкормлю фертикой для цветочных растений. Для цветущих растений. И все будет нормально. Подкармливаю фертика. Для цветущих растений. Овощей, рассады. Ну, в общем, фертика мне больше всех нравится для подкормки растений. И растворяю я ее половина чайной ложки на литр воды. И поливаю свой львиный зев. И петуньку. Заодно сегодня полью. Тоже давно не подкармливала. Половина чайной ложки фертики на 1 литр воды. И поливаем. А это моя монардочка. Лимонная. Лимонная. О, какая рассада. Она, конечно, тоже вся разрослась. Подвытянулась. И я ее тоже сейчас буду обрезать. Обстригаем. Пусть он будет такой компактненький. Легче будет монарточке расти дальше. А то, видите, у нее какие длинные росточки. Они уже у нее искривились под тяжестью. Потому что веточки же тоненькие у нее. В общем-то и погода такая, и не солнечная. Вся рассада вот у меня тянется. В этом году просто вот вся рассада вытянутая, конечно. Солнышко маловато. На балконе холодно. Сегодня на балконе я посмотрела на градусники. Ночью вообще было холодно. Хотя у меня застекленный, но все равно холодно. И вот то тепло, которое, когда я открыла дверь в квартиру. А в квартире у нас тоже не жарко. Потому что стоят счетчики на тепло. Они реагируют на дневную погоду. А днем было вчера солнышко. Они, естественно, отключают. У нас дом не отапливается. Включилось отопление только на ночь. В общем, с теплом проблемы. И на улице, и дома. Вот я постригла манардочку. Видите, какая она стала компактная, хорошенькая. Манардочку обстригла. И пока остригла, запах стоит лимона. Такой приятный запах лимона. Лабелия у меня еще не очень высокая. Конечно, хорошенькая все. Но еще обрезать ее рановато. Обрежу ее чуть попозже. Вербена, конечно, большая и высокая. Сегодня я ее подрежу и укореню. Я уже рассказывала, как я укореняю. Окунаю в корневин кончик, в землю и под крышечку. Укореняется все отлично. Сегодня все цветущие я подкармливаю фертикой. Вот еще раз объясняю, что половина чайной ложки на литр воды. У меня фертика для цветов в том числе. И вот я показываю, что я подкармливаю питуньку, которая большая. Маленькую питуньку не подкармливаю пока. Она у меня еще небольшая. Я ее недавно пересадила. Поэтому... А это у меня питунька махровая. Уже посаженная давно. Уже прищипнутая. Видите, у нее уже хорошие боковые побеги. И я ее сегодня подкармливаю фертикой. И я ее... Хм... Уже прищипнутая. Фертикой. А теперь еще please... все подкормили питуньку шикарная питунька здесь она вся махровая очень красивая питунья хорошая хорошо развивается ну да кашпо ей раньше первых дней мая конечно мне ее в кашпо не определить то есть я еще расти недели две-три здесь у меня дома может быть конечно пересадить побольше в емкости но уже так не хочется пересаживать а только и делаю то что сажаю пересаживаю переваливаю и так до бесконечности вербинку обрезала эти какой стал маленький кустик вот сколько у меня много отросточков я приготовила емкость сейчас все эти отросточки я посажу а это у меня был первый череночек который уже вот ведь какой большой вырос которого тоже можно будет даже черенковать скоро вот это у меня как бы маточный до кустик это вот новый череночек а это вот то что я обрезала я положила и пока занималась другими делами смотрю мои череночки подсохли и мне пришлось их поставить в чашечку с водой положила землю у меня 6 череночков и я буду вот их в таких вот емкостях неглубоких укоренять хорошо из пульверизатора пролила марганцовкой с лапом раствором марганцовки приготовила корневин корневин приготовила в который буду окунать череночки перед посадкой делаем отверстия берем чашечку с череночками окунаем в корневин хорошо и вот в эти вот отверстия которые я сделала все это подсыплю потом земельки чтобы они хорошо стояли берем следующее окунаем опять в корневин хорошо в отверстия чтобы они падали только так вот я сейчас все посажу и будут у меня еще кустики я их думаю что я посажу их где роза у меня растут среди роз в прошлом году я там посадила львиный зев и львиный зев конечно так разросся что в общем-то розам было не очень конечно комфортно в этом году я туда не буду сажать львиный зев и посажу вербинку у меня уже несколько костиков есть я еще добавлю вот эти укорененные еще до посадки в общем-то долго есть время у меня еще укоренить чтобы эти принялись укорененные все будет хорошо все 6 кустиков я посадила сейчас добавлю земли закрою крышечкой и поставлю одно укоренение как у меня вот один укоренялся также я вот эти шесть укореняю а кустик сейчас очень быстро разрастется всего доброго мои дорогие друзья пишите ставьте лайки подписывайтесь с колокольчиком и я всегда вам рада пока пока